Что ж, всем еще раз привет дорогие друзья, с вами я по-прежнему Рохаб, комментирую для вас Good Hunt и No Point, это MLG World Finals и CDEC Gaming против Team Secret. Да, так точно. И те, и те стартанули неплохо, одна победа у Team Secret, если не ошибаюсь, также и у CDEC обыграли они Cloud9 в своей первой встрече. Ну сейчас решится, кто-то из них по-любому проиграет, кому-то придется догонять. Ну да, напоминаем, собственно, по тому, как идет система в группах, вот победитель этой пары однозначно уже выходит в плей-офф, проигравший же будет бороться за слот вот второй из группы B с MVP Phoenix, которые вот уже из нижней как бы сетки поднялись чуть-чуть после своей только что уверенной победы над Cloud9. Да-да, Найт Сталкер, Лион для CDEC Gaming, Эмбер Спирит и Team Secret все забрали. Будут ли бонить Ланцера, чтобы не достался агрессиво, потому что этот пацан на Интернешнале показал, что он могет на этом герое. Очень много выигранных каток было Ланцером. Ну а Эмбер Спирит здесь, конечно же, для Энви. Для V33 еще героя стоит забрать. Неплохо он вчера разогнал на Мипо. Да. Ланцер Феникс. Получится ли это сделать? Собственно, если не ошибаюсь, вот тут давали мне интересную стату. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну вот, один из популярнейших героев Сикрет в 6.85 Мипо от V33, кстати, в 6.85 все игры с Мипо длились менее получаса. Я даже ретвитнул. Менее получаса? Ну, я как-то видел игру в V33 на Мипо и там у нее не пошло. Там тоже его меньше, чем за полчаса вынесли. Поэтому, да, как-то так. Виномансер для Тим Сикрет. Вторым пиком. И что это будет? Саппорт Виномансер? Не особо верю в мид Виномансера. Смотри, ты заметил, как начал Виномансер возвращаться? Его вообще не было где-то полтора года. Не, ну меньше, чем полтора. Потому что год назад, я уверен, им играли на всех возможных Старладерах и так далее. Причем активно он использовался как оффлейнер. Играл на нем Фобос, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, ну, Веник был. Веник был. Правда, потом на него на длительное время забили. А потом он снова вернулся. Ну, в принципе, так со всеми героями происходит. Это неудивительно. Стоит отметить, что совсем недавно, опять же, Антимаг Лансер был нон-стоп в мете. Сейчас Лансеру чуть-чуть уменьшили прирост ловкости за левел-ап и добавили... Кастайм. Депельгангу. И все, он вообще вывалился из меты. Его просто нет. Хотя не такой уж оверсильный. Ну, ты знаешь, элементарно Депельгангером доджилось все. Депельгангером... Ну, 0-1, это... Ну, я все понимаю, но это влияет. То есть, теперь тебе гораздо надо, как бы, серьезней таймить. А так, там, разультовывается СФ Депельгангер. Даже от того же Арбуза можно было уходить Депельгангером. От всего уходили этим спилом. А теперь, там, знаешь, вот эти дополнительные 100 миллисекунд, они могут очень-очень даже зарешать. Напоминаю нашим зрителям, что мы параллельно читаем на Твиттере хэштег RuHub. Там вы сможете с нами пообщаться или дать какую-нибудь интересную стату, которая вам кажется занимательной. Тем временем, Алтхимик уходит в бан, Дарксир уходит в бан и Сларк уходит в бан. Вот, от Team Secret. Кстати, вот по этим командам мы можем что сказать? Они, как ты уже сказал, очень успешно начали, показали себя на данный момент на этом турнире. Напоминаю вам, что ЦДЕК с момента своего очень хорошего результата на Интернешнл, куда они вышли с азиатских квалификаций, обыграв очень-очень многие очень другие сильные коллективы, заняли второе место на Инте, состав не меняли вообще. Secret'ы, конечно же, его поменяли, мы об этом в курсе, тут, глядя на ники, все как бы понятно. Ну да, и посмотрим, сыграет ли это впрок с Secret'ом или наоборот. Queen of Pain. Queen of Pain, забирают все Pure Damage, смотрится неплохо против Эмбера, потому что можно и Оршит какой-то подсобрать, опять пытаться его подконтрить. Ну, Даггер нам показал, как он действовал на этом герое, и получилось очень-очень неплохо. Посмотрим. Ну, что... Чем ответит Team Secret? Забанили деки Mipo, Darkseer тоже отлетает в бан, Windranger для V33. Да, это, кстати, тоже один из его более сильных героев, я даже сейчас попробую статистику поднять. В этом патче? В этом патче. Что делать? Так, у них агрессивный пик очень, если он вынесет быстрый даггер, то они смогут аннигилировать на карте любой таргет. Эмбер Спирит не спасется, потому что прыжок Леона Хекс, это не контрится уходом на Римнант. Ну, я не знаю, там есть только реакция какая-то должна быть просто запредельная. Найт Сталкер затыкает Сайлансом и уже не выпускают. Ты знаешь, я что-то поторопился насчет ВТ-3 и ВР-ки. У него неплохой должен быть винрейтс, то есть он на этом герое умеет играть явно. Нет, то, что он умеет на нем играть, это однозначно, просто он на нем играл гораздо меньше, чем я ожидал. В любом случае, посмотрим, как это будет уже в этой ситуации отыгрывать. Мы отлично понимаем, что ВР-ка очень хорошо может зайти против любого персонажа, ее классно переделывать в кэри, если такая, собственно, возможность появляется. Она очень быстро, буквально за секунды, может вырезать любого одного героя. А мы зачастую знаем, что судьба одного героя может решить очень легко судьбу драки. Так что посмотрим в исполнении такого опытного хорошего игрока, как ВТ-3, на этого персонажа. Джаггернаут тем временем залетает с деком. Да, опять же, агрессивный керри, который способен и подпушить, и за счет фьюри где-то засейвится уйти через тэп-аут. Хороший выбор, многое зависит, конечно, от выбора артефактов. Пойдет он в фарм. Или же пойдет, наоборот, таки в пуш. Ладно, четвертый пик, Team Secret, чем ответят? Видите, сейчас Джаггернаута, у них контроля пока не так много, кроме привязки, VR-ки и чиньцов. Это все рандомные штуки. 45 секунд. Призадумались. Пупей, пупей, пупей. Виноманцер Эмбер, Виндрейнджер. Винник здесь уже явно будет в роли саппорта. Соответственно, нужен какой-то оффлейнер. Доступен к лок. Его не забанили. Также есть кентавр. Можно и фуриончик, конечно, взять, но это рисково. Потому что здесь есть очень много станов по ОЕ. Леон там подкапывает с пруты. Улететь по ОТ сделать очень трудно. В итоге 10 секунд. Кстати, пишут, что тебя можно было бы чуть-чуть погромче. Я, на самом деле, стрим особо не слушал. Давай я его сейчас послушаю. Ну, меня погромче очень трудно. То есть мне негде выкрутить. Фурион появляется. Только я сказал, что это будет рисковым шагом. И Team Secret его забирают. Погромче меня не получится. Я могу только сделать прирост в 10 децибел. Но при этом начнет что-то подфанивать, хрипеть и так далее. Прекрасно понимаю. Да. Так что... Можете чуть-чуть прибавить звук на колоночках или наушниках и так далее. Я сомневаюсь, что вы его на максимум выкрутили. И там уже больше никак. Пишут, что, собственно, у Secret 100% винрайт на Embry. Но вы понимаете, что они в этом патче на нем сыграли две игры. Поэтому это непоказательно. А вообще в патче Secret наиграли мало игр официальных. А вот у них вообще вся статистика такая посредственная. Ну, LGD вообще вчера была первая игра в новом патче. Ну, официальная, конечно. Конечно, тренироваться-то непонятно. Поэтому тренировались-то немного. Просто турниров не было, я уверен. Для них подходящих, чтобы там что-то поделать. Минус Висп. Представляешь, что Висп уходит пятым баном. Пятым. Карл Висп. Которого обычно либо в первой стадии банят, либо забирают сразу в связке с кем-то Тинни. Минус Undying. Это Team Secret. Должен появиться еще какой-то саппорт. Если он, можно взять что-то лесное. Например, Sand King. Или что-то подобное. Что может постоять, пофармить и так далее. А можно взять что-то, чтобы загнобить. Я, кстати, если честно, не понимаю бан Виспа. Если Team Secret, то явной связки под Виспа нет. Если они берут Виспа, то это два суппорта без станов. То есть убивать только через Windranger Ember Spirit. В любом ином случае это TP-out и все. Да, вот говорят, что можно разницу в громкости скратить тем, что тебя сделать потише. Я могу это сделать. Без проблем. Чуть убавлю тебя процент. Сделай чуть-чуть. Без проблем. Да, тут пишут про CDEC. Ну, CDEC каждый раз говорить немножко. Да, ребят, мы все привыкли называть их ZDEC или GDEC. Без разницы. Потому что CDEC это произносится очень долго. Каждый раз это говорят. Будешь терять секунд 5 или 10. Феникс тем временем для CDEC заходит на оффлейн. Тогда еще CDEC Gaming обязательно. CDEC Gaming. Так точно. Феникс будет у них пятым героем, который полностью закрывает для них, собственно, ростер на этот матч. Хороший герой. Мы его еще в последнее время видели немножко реже, чем мы привыкли его видеть на тех же, собственно, на квалификациях на International, на самом International. Посмотрим, как он ворвется вот эту, знаешь, новую мету в новом патче. Это Дизраптор. Какой-то интересный, много героев, которых мало используют на данный момент. Если они их реализуют, это, возможно, даст толчок новой мете. Потому что кто-то должен привыкли, потому что кто-то должен привносить новых героев. Когда люди раньше играли тупо ланцером, антимагом и герокоптером и никого не трогали вообще. Это считалось идеальным набором керри-героев. Потом туда добавились спектры каким-то там маневром. Джиггернаут, который не так давно вошел в мету керри-героев. Раньше же его не было. Использовали очень редко, только для фаст-пуша. А сейчас... Это уже стандартный герой, который заезжает частенько. Ну что, Team Secret. Пупей будет играть на Веномансере. Мизери. Фурион. Хикаги. Чего-то там. Хигая. Но это, конечно, Энви. Энви с Агимаршком. Энви и Пайлайтай на Дизрапторе. Ну, Энви очень часто меняются. Ники в последнее время постоянно выбирает себе нового кумира, аниме-героя. Противостоять им на стороне Дайер будут. XZ на Найт Сталкере. Так, Агрессив на Джиггернауте. Q на Фениксе. Гардер на Леоне. И Шики на Квапе. Да. Собственно, Шики на Квапе я как-то уже настолько привык видеть. Но это я... Еще, Юг. Время»...